Все, впервые в жизни такое длинное предисловие было. Я всех приветствую, значит, всем добрый вечер. Сейчас я прочитаю еще ваше сообщение, хорошо ли меня слышно. Значит, все, 10, отлично, потому что я микрофон подключил. Значит, я очень рад. Смотрите, у нас сегодня будет очень интересная с вами тема. Соответственно, я буду рассказывать о методе перезагрузки, как я к нему пришел и вообще, почему я рекомендую один раз в жизни всем его пройти. Прежде чем я это начну, я хочу вам всем пожелать прекрасного, замечательного настроения. У нас с вами надвигается новый 2024 год. Представляете, в какое мы интересное, замечательное время живем. За последнее время я переслушивал огромное количество разных медийных личностей, эзотериков, гуру, которые рассказывают о том, каким будет 2024 год. Естественно, у всех там свое мировоззрение. Я как в 2020 говорил, так и сейчас говорю. Вот как вы сами себе решите, так у вас и будет. Вот так ваш год и пройдет. Если вы решите то, что он будет победным, вы во всех сферах колеса жизненного баланса совершите прорыв, и у вас все будет хорошо, значит, будет однозначно так. Если кто-то решит для себя, что вы чего-то хотите до сих пор ждать, ожидать, непонятно к чему там прийти, у вас нет какого-то плана или хотя бы набросков, то, ребята, будет так. Поэтому пропишите себе все, чего вы хотите добиться. А я вам от себя желаю этого добиться в легкости. И не добиться, а просто сформировать свою реальность так, чтобы это все произошло очень легко и просто. И именно сегодня на этом эфире мы будем об этом говорить. То есть этот эфир, он для тех, кто хочет поставить точку с точки зрения вообще всей существующей эзотерики о том, кто такой человек, для чего он здесь живет, для чего он сюда приходит, и что вообще со всем этим делать, для тех, кто хочет, возможно, справиться с какими-то заболеваниями, с какими-то сложностями жизни, и, наконец, понять, как работает такой инструмент, как мысль. Мы сегодня будем об этом, обо всем говорить. Я прекрасно знаю то, что вы меня цените за то, что я всегда лаконично все веду, четко по делу. Сегодня такой же ритм и темп сохранится. Плюс хочу вам сказать то, что буквально пять дней назад мой друг, он маркетолог, он впервые предложил сделать закуп рекламы, соответственно. Я впервые на других каналах ее закупал, потому что мне очень хочется поделиться всем тем, что мне удалось узнать за 34 года своей жизни на этой планете. И сегодня есть много новеньких, порядка 80 человек. Я вас всех приветствую, вливайтесь в наше движение. Сейчас я вас введу полностью в курс дела. Будете понимать, что у нас происходит. У нас очень интересно. Значит, в первую очередь хочу очень коротко рассказать о себе. Меня зовут Иванов Дмитрий. Я в 2020 году, еще когда все это начиналось, я говорил о том, что обязательно начнется вот эта инопланетная повестка. Говорил я об этом только по той причине, что я уже прекрасно знал, как другие цивилизации выкачивают из нас энергию, как это происходит, какие бывают цивилизации, какие есть типы, разновидности, классификации и так далее. Я об этом говорил. Сейчас мы с вами видим прекрасно то, что уже на уровне Конгресса США рассматриваются вот эти вот вопросы о вмешательстве НЛО в воздушную территорию тех или иных стран. И эта тема будет только накручиваться, развиваться и развиваться. Потому что, как я вижу, мы как человечество, да, вот смотрите, мы все рождаемся, и мы не понимаем, какова же инструкция вообще по жизни в этом мире. Но мы ее реально не понимаем. То есть мы не знаем, что тут будет происходить, как тут жить, что тут делать и так далее. И нам приходится все знания по крупицам собирать. Я много говорил о том, почему здесь все через обман. И политическая система, и экономическая, и банковская, и религиозная, и так далее, и так далее. Это для того, чтобы мы вспоминали, кто мы и кем мы являемся на самом деле. Все это игра. И что самое удивительное, в этой игре, кроме тебя, никого нет. Все окружающие люди, все ситуации, все мировые новости, это все происходит где-то в матрице. В твоей жизни на самом деле все прекрасно и замечательно. Если сравнивать с некоторыми людьми, у которых, например, нет ног и рук. Понимаешь? И когда очень глубоко осознаешь то, что я являюсь богом и хозяином своего мира, и я его сам выстраиваю, или я его сама выстраиваю, то тогда ты все усилия прикладываешь к тому, чтобы работать над собой и над своим миром, отключившись от всех политических, экономических и тому прочих низковибрационных новостей, на которые нас подсаживают. Делает это конкретно рептильная цивилизация для того, чтобы выкачивать из нас энергию. Поэтому сегодня расскажу, как это все происходит, конкретно в деталях. Перед этим расскажу немножко о себе, совсем коротко. На данный момент я провел уже более 10 тысяч консультаций. Это еще слайд старый у нас. Я уже даже перестал считать. То есть через меня прошло огромное количество людей по той простой причине, что я не человек, который где-то у кого-то учился, и давай там знания передавать. Я сам конкретно болел. Я исцелился, опять же, при помощи понимания того, как работает наше подсознание. Я жил неподалеку от Шаолинского храма, занимался там с учителем. Мне передавали знания о том, как, собственно говоря, пользоваться медитацией, как входить в операционную нашего подсознания, как менять там те или иные настройки. И мне удалось, мне получилось. То есть у меня произошло мое маленькое чудо, которое для меня было в исцелении самого себя. Восемь лет я не мог выздороветь. Сейчас я об этом расскажу. Я, соответственно, уже в течение восьми лет провожу огромное количество разных мероприятий. С 2020 года я в основном в интернете. Вот у меня сын недавно родился второй. Соответственно, у меня также есть опыт отчима. То есть я прекрасно знаю, что такое быть отчимом, каково это, с какими трудностями ты сталкиваешься, и как выходить из этих кризисов мужчинам. Потому что я тоже консультирую мужчин, которые не могут принять чужого ребенка, которым очень сложно. И я прекрасно знаю, что и как по этапам делать, чтобы пришло осознание того, что все дети, которые тебе даны, они тебе Богом даны. И о них, о всех нужно заботиться, любить и не разделять их, что это твой, чужой. Как говорил мой хороший друг, надо прожить так, чтобы все дети Китая могли тебя назвать папой. Значит, сам по образованию я являюсь переводчиком китайского языка. В Китае я прожил более четырех лет. Я на переводчика учился. В Китае, соответственно, потом учебу продолжил. В общей сложности я учил китайский язык порядка девяти лет. Я строил заводы, соответственно, с китайцами. То есть у меня уровень китайского технический достаточно сложный и медицинский. Вот. Ну, для тех, кто знает иностранные языки, я думаю, вы поймете, да, каким уровнем нужно обладать, чтобы переводить эти тексты, понимать это все и так далее. То есть раньше я занимался непосредственно переводческой деятельностью, построением заводов и так далее, и так далее. А потом, когда я заболел, я думаю, каждый со мной согласится, что когда ты болеешь, качество жизни очень сильно меняется в худшую сторону, и тебе, ну, собственно говоря, ничего не хочется, кроме того, как исцелиться. Тебе хочется просто жить нормально, хорошо себя чувствовать в теле и получать какое-то удовольствие от жизни. Вот когда ты болеешь, меня болезнь преследовала в течение 8 лет, ты, к сожалению, не можешь действительно наслаждаться жизнью, потому что все мысли сконцентрированы вокруг болезни и вокруг того, как ее победить. Я перечитал огромное количество книг по исцелению, я сыроедил порядка полутора лет, то есть я ел только овощи, фрукты, орехи, я потерял минус 11 килограмм, на этой фотографии я вешу 72 килограмма, на данный момент вот сейчас я вешу 89 килограмм. То есть я сейчас занимаюсь, занимаюсь я, как обычно, в тренажерном зале, тайским боксом занимаюсь, и то на этой фотографии это восьмой месяц сыроедения, по-моему, я дошел максимум до 71 килограмма. То есть я похудел очень сильно, я скинул много веса, я думал, что сыроедение мне поможет. Болезнь моя была конкретно, это трещины прямой кишки, я делал две операции, ну вот здесь вот была фотография, да, соответственно, мне ничего не помогло. То есть я мучился очень сильно на самом деле. Вы знаете, если говорить про людей, как у тебя все прошло, вот у меня все через жопу прошло на самом деле. И потом я начал об этом просто людям рассказывать, то есть учитель в Шавлинском храме, ну меня туда в сам храм не пустили, соответственно, жить, но я просто искал вообще все пути, как исцелиться, хотел все знать и приехал в город Дэнфэнь. И вот в Шавлинском храме, собственно говоря, я познакомился с мастером, я у него прозанимался, он меня обучал медитациям. И прикол был в том, что в одной из медитаций он мне объяснил, что нами всеми управляют образы в нашей голове. Когда я это понял и начал с этим работать, то буквально за одну медитацию, я учился полгода, я, соответственно, очень не... Ну, я не мог сидеть на одном месте, это было достаточно сложно в моей ситуации. И вообще я сам такой, я люблю двигаться, я люблю движение, что-то новое, мне на одном месте долго сидеть очень сложно. Но в течение полугода я изучал эти медитации, эти потоки энергетические, потому что для меня все это было дико вообще. Мне хотелось просто выздороветь и дальше как бы гулять, заниматься своей жизнью, развлекаться и тому подобные вещи делать. Но не тут-то было. То есть Бог меня направил совершенно по другому пути, именно по пути целительства. То есть я знаю, что это не просто какая-то абстрактная тема с точки зрения того, как все пишут. Я там духовный наставник, я там целитель, я там ментор, там еще кто-то. И сейчас таких много людей. И это здорово, потому что у каждого можно почерпнуть опыт, но самое классное, если этот человек смог сам себя, собственно говоря, исцелить. Так вот, я свою ситуацию рассказывал. Она была в том, что он говорит, представь болезнь свою. Вот у меня сейчас на YouTube-канале есть медитация общения с болезнью. Она буквально недавно вышла, она в общем доступе, и можно пользоваться для всех, у кого есть какие-то болезни. То есть вы просто ее включаете, и вы начинаете осознавать, болезнь с вами сама говорит, она вам сама рассказывает, почему она пришла, чего она от вас хочет. Так вот, в моей медитации, когда я представил трещину прямой кишки, я увидел некий ров такой, ну, то есть образ такой, да, пришел на этой стороне люди, к которым я стремлюсь, на этой стороне люди, которых я отрицаю и презираю. Ну, то есть которые не идут в развитие, которые пьют и так далее, и так далее. И когда он сказал, наложи одну картинку на другую, во мне какие-то чувства такие заиграли, вот прям даже, ну, сейчас накатывают. То есть вот прям до слез на самом деле. Я как будто бы просто разделял людей, разделял понятия, жил в такой дуальности очень жесткой, и просто не принимал определенную часть человечества, которую создал Бог, а не я, навязывая свою вот эту вот двухкомнатную модель мышления. Спустя три дня после этого трещины прямой кишки, как не бывало, то есть они заросли. Я полгода не мог в это поверить. Для меня это было чудом. Когда вы, наверное, раз в жизни с таким чудом сталкиваетесь, вы после этого, ну, не можете этим не делиться с другими людьми, в особенности, если вы понимаете, что другие люди болеют и страдают. Ну, вы не можете, испытывая чудо, просто этим не делиться. Вы начинаете идти по этой стезе. И я, собственно говоря, все свое, вот это вот чудо, я его отвез обратно в Ялту, я в Крыму живу, и я начал принимать людей просто вживую. В течение двух лет я работал абсолютно бесплатно, ни копейки ни с кого не брал. Я просто изучал нас, людей, наше подсознание, как все устроено, и мне удалось столкнуться с огромным количеством моментов, которые обозначены на этом слайде. Это и неуверенность в себе, и низкая самооценка, и различного рода заболевания. И яркий был случай такой, когда женщина сказала, что я болела астмой порядка 12 лет. И когда она пришла на консультацию, я ее просто расслабил, ну, как меня в Китае учили, собственно говоря. И я ей сказал, скажи астма, вот если у вас есть какое-то заболевание, вы можете так же поработать. Она говорит астма. Я говорю, как ты ее видишь? Она говорит, в виде гнилого дерева такого. Я говорю, хорошо, мы поработали с этим гнилым деревом. Я чуть попозже расскажу, соответственно, как мы с этим гнилым деревом поработали. И к моему удивлению, потому что для меня это было очередным моим чудом, как бы в целительском опыте, она мне отписалась спустя где-то полторы недели после сеанса и сказала, что у нее астма полностью прошла. И я понял, что у каждой болезни есть образ, у каждого колеса, сферы нашего жизненного баланса, там, семья, это деньги, что угодно. Есть некий образ. Образ является конгломератом и совокупностью наших эмоций, чувств и нашего внутреннего состояния. То есть всю нашу реальность в этой матрице, особенно сейчас, когда всех нас поместили в состояние, вот в каком мы сейчас состоянии проживаем. Мы проживаем состояние я-бог с точки зрения того, что вот это каждому прямо сейчас дано и каждая мысль творит. Я уверен, каждый замечал, насколько сейчас быстро реальность реагирует. То есть чем бы вы ни замечались, ваша реальность очень быстро реагирует на все, что с вами происходит. Так вот, я изучал нас, людей, и мне стало быть очень интересным изучать наше подсознание, нашу энергетическую подсознательную часть. Она очень глубокая. И любой целитель, работая, соответственно, с людьми, рано или поздно сталкивается с подселениями. То есть мне, например, непонятны те люди, которые говорят, у меня опыт в медитациях 20 лет, но я о подселениях никогда ничего не слышал. Но для меня это уже какой-то просто цирк. То есть надо понимать, что все образы, когда мы закрываем глаза и когда мы их видим, они на нас влияют тем или иным образом. Некоторые люди вообще не видят образы, абсолютно. То есть мое знакомство с подселениями, я о них буду чуть позже говорить, оно и произошло именно с момента, когда я начал изучать, с точки зрения официальной психологии, это называется страх сверхъестественного или страх нападения и поглощения потусторонним сознанием. Написано созданием, ну, сознанием, в общем, соответственно, я начал изучать людей, которые ничего не видят. Ну, то есть не видят ни образы, они, вот ты говоришь, представь яблоко, не вижу, представь лопату, не вижу, то есть просто темный экран. Я понял, к чему это все приводит. Я на YouTube выкладывал видео, оно называется «Работа третьего глаза», и фишка там очень короткая. Сводится она к следующему, что у человека пережжена просто шишковидная железа. То есть у наркоманов, у алкоголиков и так далее, они, соответственно, вообще ничего не могут видеть. Следующие люди, которые очень плохо видят образы, это люди, у которых было огромное количество контроля с детства со стороны родителей. То есть родители контролировали, человек привык сам все контролировать, он не может не расслабиться, не отпустить себя, и у него постоянно происходят вот эти вот моменты темного экрана. Поэтому эта тема расширяется, расширяется и расширяется. Дальше следующей причиной, почему люди не видят образы, я нашел в том, что есть определенная цивилизация, мы о ней также дальше поговорим, которая конкретно блокирует третий глаз. И происходит это в основном в детстве, потому что все мы с вами медиумы. То есть мы с вами до пяти лет видим тонкий план великолепно. Поэтому если маленькие дети там кричат, орут что-то или что-то видят, то надо понимать, что они реально видят жителей тонкого плана. Если они орут, это, возможно, какие-то ходят неблагоприятные сущности. Если они хохочут, улыбаются, значит, приходят ангелы. Вот мои дети к этому уже приучены. Они абсолютно полностью доверяют всем образом, который видят. И когда, допустим, даже у старшего там болит голова, я ему говорю, представь эту боль, види чего эта боль вообще, как ты ее видишь. И мы с этим образом работаем, преобразуя его, чуть позже расскажу, как мы это конкретно делаем, то все это быстро проходит. Потом, если человек, например, в детстве испугался чего-то, то есть сущность какая-то напугала, человек говорит, нет, не хочу это видеть. И все, тонкоматериальное видение при помощи определенной цивилизации закрывается. Работая, опять же, с людьми, я написал свою психосоматическую энциклопедию, сталкиваясь с разными заболеваниями. То есть там целый справочник, если у вас есть какие-то болезни, вы можете всегда в него заглянуть. Он также на моем сайте находится в открытом доступе. Понятное дело, там не все болезни. Там те, с которыми я сталкивался, с которыми работал, смотрел, потому что я осознал одно. Болезнь – это разговор Бога с человеком. Это реально очень классная штука с точки зрения того, что человек начинает саморазвиваться. За те годы, когда я болел, я никогда так много не развивался, как во время именно непосредственно заболевания. Поэтому я заболеванию своему очень благодарен. Я просто от всей души действительно вспоминаю все эти годы, когда я добивался понимания того, что причиной моего заболевания была гордыня моя и презрения к другим людям. И все. И как только я научился понимать, что черты своего характера можно просто-напросто преобразовывать и становиться другим человеком, и болезнь уйдет, ну и, естественно, это было у меня второе, скажем так, озарение, второй инсайт такой, второе такое чудо, над которым я стал работать. И за годы вообще исцеления людей, за годы целительства я пришел к тому, что основная причина, по которой мы исцеляемся в долгосрок, это именно изменение черт своего характера и своей базы рефлексов. То есть то, как вы реагируете вообще на реальность. Если, допустим, человек прошел там кучу бабок, дедок, часто ко мне такие обращаются, люди говорят, я уже был у всех, но вот вы мне по-любому должны помочь. Я сразу говорю, смотри, ты просто пока что еще не готов или не готова сама себе помочь, чтобы принять определенные решения. Яркий пример, например, девочка болеет, у нее киста, она постоянно образуется. Значит, в ее поле есть те энерговампиры, которых она отрицает. Значит, что надо? Во-первых, с ними расстаться, во-вторых, поменять отношения и уже входить потом по-новому в отношения. Для того, чтобы выздороветь, это максимально быстрый путь. Но она не решается там развестись, она не решается перестать общаться с каким-то энерговампиром и страдает и мучается. И тут ей никто не поможет, ни бабки, ни детки, никто. Ну, это только один пример. Я таких могу сотня привести, как люди не принимают решения, остаются на одном и том же уровне, ничего не меняют, мир так устроен наш, что никто за нас ничего никогда не решит. Этого просто не будет. Это невозможно. Иначе, какой смысл всей этой игры? Зачем она задумывалась? Она задумывалась для того, чтобы мы все с вами двигались к пониманию того, что каждый из вас, как и я в том числе, живет на земле, которая является садом богов. А каждый из нас это Бог. Вот и все. Бог в своей жизни, в своей реальности. И нету такого человека второго, как ты. Нету у него таких же родителей, тех же условий, в которых он живет. И поэтому, я просто, да, много чего хочу вам сказать, рассказать. Я хочу, чтобы вы внутри себя культивировали состояние своей внутренней уникальности. То есть, не было вот этого вот, о, вот тот вот такой вот великолепный, замечательный, буду вот так же, как он, или как она, или как еще кто-то. И мы в этой вечной погоне, сравнивая себя с другими людьми, теряем сами себя. А это на самом деле очень печальный процесс. Потому что, когда ты стремишься быть самим собой, никуда не спешишь, не летишь, ты всегда в игруши, ты всегда в плюсе. Если же ты пытаешься быть на кого-то похожим, ты теряешь свою уникальность и предаешь внутреннего Бога, по сути дела. Вот так вот. Но об этом мы потом поговорим. Значит, смотрите, дальше я изучал нашу психологию питания, соответственно, наше подсознание с точки зрения того, как мы питаемся, что с нами происходит. Я изучал, почему люди едят соленое, почему люди едят сладкое, острое, жирную пищу, хрустящую, мягкую, почему слишком много хлеба едят, почему кофе пьют, и так далее, и так далее. Соответственно, я пришел к выводу о том, что мы в первую очередь не физическое тело насыщаем на самом деле, а наши тонкие тела, когда мы питаемся той или иной пищей. Поэтому я не придерживаюсь каких-то жестких рамок с точки зрения там сыроедения, веганства, там еще чего-то. У меня этого вообще не присутствует, я ем все по чуть-чуть, у меня из них просто разгрузки полные, соответственно, это дни голодания и дни загрузки. Все, ничего абсолютно сложного. Значит, дальше я начал изучать нас людей с точки зрения понимания, что такое субличности в нашем подсознании. То есть, это некий такой конгломерат энергетический, с которым можно очень круто работать. Объясню как. Обращается девочка, то есть, ну давайте сначала пробежимся по субличностям, какие они бывают. У каждого из нас есть защитник-контролер, ярко он проявляется, например, когда мы с кем-то ругаемся или ссоримся, и мы отстаиваем свою правоту. Потом есть толкач, он заставляет нас что-то делать. Есть ничего не делать, или это такая субличность, которая постоянно отдыхает, вообще ничего не хочет. Я уверен, вы таких людей встречали по-любому. Есть внутренний критик, это люди, которые себя постоянно критикуют, значит, внутренний критик ими овладел. Есть сравниватели, перфекционист, ублажитель, внутренний ребенок, ребенок-волшебник, добрая мама, злая мама, ну и хвостун. Соответственно, это такие основные субличности, да. И вот эти все субличности, они внутри нас постоянно как-то взаимодействуют собой и либо дают нам жить, либо не дают нам жить. Объясню пример. Девушка обращается и говорит, я постоянно ем сладкое, не могу остановиться. Как бы я на какие бы диеты не садилась, у меня ничего не получается. Естественно, я начинаю думать о том, какой метод в работе с подсознанием в данном случае применить. И мы работаем следующим образом. Я говорю, Юль, хорошо, как зовут ту, которая тебе все запрещает? И она видит себя, свой образ, соответственно, как она в строгой юбке, в строгом костюме и говорит, так, тебе нельзя то, нельзя пятое, десятое и тому подобное. А та Юля, которая хочет есть сладкое, внутренне ее, которая живет в ее психике, в ее сознании, в подсознании ее, она маленькая девочка, она хочет сладкого, хочет защищенности и любви, которой ей не хватает. Дальше ты между этими субличностями просто договариваешься и тяга к сладкому проходит. То есть это тоже один из методов, которыми можно работать. Соответственно, вы можете его выделить, если вы работаете с другими людьми. Естественно, дальше я изучал тему денег нашего подсознания, то есть, соответственно, серебро, золото, влияние, бриллиантов, какое должно быть наше внутреннее состояние, какова должна быть наша энергетика. Сегодня я закидывал как раз видео о деньгах на YouTube, основа взаимодействия, деньги, основа взаимодействия называется. Можете посмотреть, там достаточно интересно, опять же, с точки зрения того, как взаимодействовать с деньгами, как я это вижу и почему, опять же, некоторые люди считают деньги там злом, другие добром, а на самом деле все нейтрально. И деньги, да вообще все в этом мире полностью нейтрально. Мы сами своими оценками, своими рамками вот проклинаем те или иные вещи, ситуации, события, людей, которые, ну, по сути дела, которых не существует. А существуешь ты и мир вокруг, и то, как ты с ним взаимодействуешь. Поэтому самый главный и сильный метод, который помогает исцелиться, это в реальной жизни пойти и с теми, кто у тебя табуирован, то есть те люди, на которых ты табу наложила или наложил, поговорить, все проговорить, обняться, сказать «благодарю тебя за опыт» и двигаться дальше. Вот это самое главное, на мой взгляд. Вот это вот есть самое мощное, что можно придумать. Без всяких этих проработок мам, пап, там денег и тому подобных вещей. Хотя это все тоже интересно на определенном этапе, но это костыли. То есть основная задача – это подружиться со своей реальностью и всеми теми персонажами, которые в ней, собственно говоря, приходят. Следующей темой моих исследований была материнская любовь, темная сторона и понимание того, как мать, которая не может отпустить своего сына строить семью, блокирует просто построение семьи, развитие своего сына и так далее. То есть я изучал эту тему вдоль и поперек. У меня есть очень большой вебинар на эту тему. Если вы сталкиваетесь с женственными мужчинами и мужественными женщинами, то это как раз говорит о том, что нужно заглядывать в отношения между мамой и сыном, как они идут. Потому что когда женщина, например, хочет выбрать себе мужчину, то лучше выбирать того, который меньше всего привязан к своей маме и который наиболее автономен. Вот и все. Выберите того, который к маме привязан, к сожалению, который ее вечно слушается, делает, как мамочка говорит, везде за мамочкой ходит. Ну, вы понимаете, чем это все вам грозит, собственно говоря. Ну вот. Дальше следующая большая, огромная тема – это здоровье. Естественно, здоровье. Всем хочется быть здоровыми. Мне кажется, в пирамиде вообще наших потребностей, основная потребность наша – это быть здоровым человеком. Это самое главное. Я это просто на себе прошел, я прекрасно знаю, каково это. И бог с ним там трещины прямой кишки. У меня была болезнь шинца, у меня был герпес. Короче, у меня вообще тело на определенном этапе было таким плацдармом с точки зрения изучения того, как это все можно исцелить. Вот. То есть, ну, вроде и смешно, а вроде и хочется просто пожить, получить удовольствие от этой жизни, а ты то болеешь, то то, то сё, то пятое и десятое. И все это мне всегда говорило и напоминало только о том, что где-то со своим миром я до конца не подружился. Вот и все. До конца где-то что-то не принял, до конца где-то не расширил свою вот эту вот емкость принятия мира таким, какой он есть, и поэтому страдал и мучился. То есть, я писал очень большой интенсив об этом. Потом я изучал гармоничные отношения. Мужчины и женщины там тоже очень много всяких моментов. Буквально два коротко упомяну, как бы для того, чтобы пользу определенную дать. Вот смотрите, уровень богатства у мужчины, вот к чему я пришел, зависит от уровня ответственности за детей, за свою женщину, за свою семью. Уровень богатства у женщины зависит от ее сексуальности и обаятельности. Вот и все. И сексуальность и обаятельность – это тоже определенные черты характера, которые характеризуются. Так это автологично я хотел сказать, но тем не менее. Характеризуются тем, что женщина может чистить свое пространство, не зависать в мысли, мешалке о прошлом, с энтузиазмом смотреть в будущее, улыбаться и юморить. Вот, наверное, это характеризует эти черты. Дальше я разбирал предназначения знаки зодиака. Они сейчас на YouTube потихонечку выходят. Плюс, кому интересно, я могу скинуть книжку по предназначению в PDF формате. Можете почитать про свой знак зодиака, посмотреть вы на темной все-таки стороне или на светлой. Дальше я писал про желания и их опасности, потому что, работая с подселениями у человека, мы пришли к очень интересному наблюдению, выводу о том, что как только человек мысленно чего-то желает, он может ненароком с определенной сущностью подписать контракт. Поэтому мы смотрим эти мультики про этого, про джина, про Аладдина. А джины, опять же, в мусульманстве это демоны те же самые. Вы им загадываете желание, они его начинают исполнять. Вы подписываете эфирный контракт. То есть везде, где вы чего-то желаете, сущность приходит. Вы этого даже, если вы о них не знаете, не подозреваете. Вы подписываете эфирный контракт, он качает в течение жизни из вас энергию и, соответственно, дает вам желаемое. Ну, я думаю, вы слышали там договор с дьяволом туда-сюда и так далее. То есть это все из этой серии. Поэтому будьте, дорогие друзья, очень аккуратны с вашими желаниями. И, по сути дела, я давал большой вебинар. Он есть в виде трансляции на YouTube. Называется он «Благодарность». Послушайте просто о чем я там говорил в течение полутора часов. Я там раскрывал всю тему благодарности. И вы поймете, что желания, они вызывают суету. А когда вы просто благодарны за то, что у вас уже есть прямо сейчас, вы этим состоянием формируете богатство не в понимании, что богатство – это только деньги и материальное, а богатство с точки зрения вашего счастья. Вот и все. Поэтому лучше больше благодарите, чем желаете. Дальше – идеализация. То есть все, что мы идеализируем, придаем огромную важность, мы всегда за это платим. Всегда. То есть в основном мы платим на самом деле только за свою важность. И все. Поэтому поменьше важности всему тому, с чем вы сталкиваетесь. И, собственно говоря, владеете этим миром. То есть нет важности – владеете нормально. Следующей темой моего исследования было «Родители и дети». Я думаю, каждый ее касается. Может быть, мы с вами отдельную встречу проведем, я расскажу. Но вот в сущности есть вебинар отдельный тоже. Я там выдавал их классификацию, как они влияют, как они появляются, что они делают. Сегодня немножко расскажу. Далее я написал свою книгу, которая называется «Искусство любви к себе». Она, соответственно, находится в свободном доступе. Я ее запустил в виде чат-бота. То есть ее можно прямо в телефоне читать. Читается 20 минут. И там есть QR-коды специальные для перехода на определенные медитативные практики и не только. То есть каждый ее может почитать, применить. Ее уже перечитали более 10 тысяч человек в общей сложности, за что я каждому очень благодарен. Огромное количество обратной связи ребята оставили. Здесь есть пару отзывов интересных. Я выделил на слайдах. И вот самое интересное, что в книге дано упражнение для того, чтобы каждый человек мог понять вообще, есть у него подселение или нет. И тут написано, да, я сделал упражнение в голове о подселениях, точнее даже не успела вслух сказать. В голове говорю тревога. И на лбу в середине приходит черт худой, жилистый в четыре руки. Повторила вслух, опять он же. Я, конечно, не знаю, или я уже головой тронулась, или реально видно. И один раз сказала, уходи, и третий раз его не увидела. То есть, когда человек не в теме сущности, не понимает, как это все происходит, то ему очень сложно понять, видит ли он истинную картинку или ложную. Все это мы как бы рассматриваем, обо всем я об этом рассказываю. Есть техники идентификации образов, потому что есть определенные ченнеллеры, которые там рассказывают, я знаю, то, все, пятое, десятое, общаются с Иисусом Христом, а по факту под личиной Иисуса Христа находится демон. И он ему там вещает те или иные знания, которые звучат хорошо на 99%, ну, на 95%. И пять в них лжи, которая на самом деле все портит и не дает полностью собрать мозаику в одну единую картину. Значит, на сайте, для того, чтобы со всем этим разобраться, с точки зрения психической защиты от подселений, как-то с этим познакомиться, у меня есть книга Роберта Брюса, называется «Практика психической защиты». И разбор фильма «Матрица 4», 20-минутный, в котором я показывал, что фильм «Матрица» – это на самом деле учебник по эфирному плану, в котором просто-напросто все показано, как есть. И, ну, вот ты просто слушаешь, я вот с позиции того, что мне удалось узнать о нашем мире, я слушаю этот фильм, и я просто, ну, откровенно в полном вообще восторге от того, ну, до какой степени у нас все перед глазами. Знаете, когда глобалисты эти там свои планы рисуют, они все время говорят, у вас все перед глазами, мы должны провозгласить то, что мы хотим сделать, а вы это либо примете, либо нет. И вот в фильме прям все рассказывается, как оно реально на эфире существует. И вот, кстати, про книгу Роберта Брюса, представляете, я ее искал на Литресе, на Азоне я искал, когда она мне была нужна, и там везде было написано, что книга распродана, больше экземпляров нет. У меня вопрос возникает, как электронная книга может быть полностью распродана, это же нереально. То есть в определенный момент от нас начали пытаться прятать знания. Вот и все. Будем смотреть, как это будет получаться. Значит, теперь же давайте к теме. Значит, почему я начал заниматься перезагрузками подсознания? Значит, работая с образами, максимально просто с любым образом любой болезни работать по следующей схеме. Первое. Надо понять то, что все мы имеем божественное происхождение, и родом мы из Абсолюта. То есть лечиться мы должны, как божественные сути, космической энергии. Тело принадлежит экосистеме Земли. Я надеюсь, это понятно. Мы имеем право с точки зрения намерения и призыва брать столько космической энергии, сколько нам необходимо для любых наших целей. Ангелы-хранители, наши ангелы-наставники, они к нам каждому представлены. Каждому, без исключения. Кто-то с ними общается, кто-то с ними, к сожалению, контакт не наладил. Мы это будем поправлять, потому что завтрашнего дня как раз у нас будет именно тема, посвященная непосредственно общению человека с ангельской сутью, с нашими помощниками духовными. Потому что надо понимать, что у людей есть одно заблуждение такое. Люди думают, что только в сложное время можно вызывать ангелов. Это полная чушь, это вообще заблуждение. Ангелы, они всегда хотят быть в нашей жизни. Я, например, настолько привык с ними общаться. Ну, вот у меня, кстати, картина вот в офисе. Она у меня символизирует наш божественный дом. То есть посередине изображен творец. Ну, короче, художник как мог, так и изобразил. Внизу ангелы, потом архангелы идут и серафимы. Да, то есть по божественной градации. То есть, конечно, классификация ангелов у нас значительно шире. Мы ее на ангелологии рассматриваем. То есть там есть и силы, и престолы, и херувимы, и так далее, и так далее. Плюс, когда мы в перезагрузках распаковываем людей, вы даже не представляете, какие в каждом из нас скрыты силы. Кто-то может погодой управлять, кто-то может реки мыслью очищать, кто-то может облака очистить, кто-то может исцелять других людей мыслью, кто-то взглядом, кто-то руками. То есть, ну, по-разному. У всех у нас есть определенные силы, у всех есть определенные, ну, скажем так, сверхспособности, которые раскрываются. Опять же, за счет того, что человек работает над собой. Так вот, к теме, собственно говоря, как я пришел к методу. Работая с любой болезнью, мы в полном праве из-за абсолюта призывать любое количество энергии, как я и сказал. Как это делается? Допустим, у вас какая-то болезнь, вы можете увидеть ее образ, этой болезни. И просто мысленно попросите творца, я его, вот, люблю папа называть, да, вот у меня такое теплое отношение, неважно, там, можете вселенная назвать, там, бог, ну, вот как вам удобно, так и называйте. Как вот душа откликается, как из сердца идет. И попросите просто, папочка, дорогой мой, я прошу тебя, наполни меня энергией безусловной любви и света. Благослови меня. Я прошу тебя, пропитай каждую мою клеточку собой. Позволь мне наполниться тобой. Для того, чтобы у вас канал выстраивался с Богом, вы это чувствовали, на образ болезни просто направляйте луч божественной любви и света и преобразуйте его до полного высветления. Просто делайте это искренне, делайте это от души столько раз, сколько будет необходимо, чтобы вы полностью исцелились. Просто преобразуйте образ. Значит, если мы даже с вами пойдем простейшими техниками, о которых я миллион раз рассказывал, техники связаны с тем, что, допустим, вы скажете сейчас вслух страх, да, вы на уровне тела его почувствуете. Возможно, у кого-то живот, у кого-то грудь сожмет, у кого что. Дальше, если вы пойдете туда, внутрь этого страха, вы увидите его образ. После того, когда вы увидите образ этого страха, вы должны понять то, что это канал подключения от сущности к вашему биополю. То есть она страхом питается. И вы, соответственно, можете ее увидеть, да, если вы захотите заглянуть туда дальше за образ. Многим это страшно, многие этого всего боятся. Но в нашей божественной воле как бы взращивать свой духовный авторитет до тех пор, чтобы вы не то, что этого не боялись, а понимали то, что весь темный мир на самом деле служит нашему духовному росту в этой игре под названием «Жизнь на этой планете». Вот и все. Теперь же давайте определимся, куда уходит энергия наших мыслей. Вот пока подселенцы, как бы нам неизвестно, они вот примерно вот так вот отдыхают в нашем биополе, кайфуют, тянут из нас энергию. Вы замечали, есть люди, которые вот поругаются, и они такие «ху, наконец-то напитался». Это же не человек напитался, это подселенец напитался, тот или иной. А их огромное количество, потому что вы даже не представляете, насколько каждый из нас силен. Просто колоссально на самом деле. Так вот, подселенец напитался энергией, вы о нем не знаете, и дальше, соответственно, что происходит у нас. Дальше он человека отпускает на какое-то время, у него вот такие вот мысли непонятные разбредаются в разные стороны, мысли нам навязывают энергоинформационные сущности, соответственно, и потом ему нужны новые надой. То есть, если, допустим, подселенец ел там условно семечки, со временем он хочет есть уже целые арбузы. И он человека разводит энергетически на еще больше вот эти вот скандалы, крики, какие-то конфликты и так далее. То есть, у них это все так устроено. Даже вот, смотрите, отец тут с ремнем ругает дочь. Естественно, им управляет, соответственно, энергоинформационная сущность. Энергия выделяется, девочка боится, ее биополе ослабляется, и подселенец заходит и в ее биополе. Они любят перескакивать из биополя в биополе, поэтому я никому не рекомендую ходить на расстановки. То есть, этот метод всеми любим, этот метод всем кажется таким замечательным, великолепным, но по факту, с точки зрения изучения, у нас, опять же, на Ютубе есть видео, мы изучали, соответственно, что происходит во время расстановок. Ну, ничего хорошего там, по факту, как бы. Потому что вы перекидываете эфирный шаблон одного человека на другого человека, и со всеми подселенцами это все происходит. То есть, делаете просто переподключение. Хороший мастер должен об этом знать. В данной картине мужчина с женщиной ругаются, подселенцы, соответственно, занимаются сексом условно. У них это происходит. То есть, они кайфуют от скандалов, криков и тому подобных вещей. И что самое интересное, как бы эта тема настолько скрыта, мы о ней даже не подозреваем, потому что мы погружены в основном вот в этот мир. То есть, всеми силами матрица вся, которая здесь, вот великолепная наша замечательная, любимая матрица, она всеми силами нас пытается вовне затянуть. То есть, какими-то там проблемами, переживаниями, какими-то ужасами, они все вовне. А во внутренний мир, ну, как бы, мало кто ходит, опять же, понимая, как он там устроен. То есть, думают, ну, какой-то образ там, да и образ. Да нет же, за этим образом кто-то стоит и находится, и как-то на тебя влияет. Опять же, когда ты уже сотни людей через все это провел, у тебя нету никаких сомнений в том, что все это существует, и все это есть. А теперь смотрите здесь. Мама ругает мальчика, дальше мама с папой ругаются, мальчик не знает, кому идти. Кстати, вы знаете косоглазие от чего? От того, что родители ругаются, а ребенок не знает, чью позицию занять. Вот тебе и косоглазие. То есть, смотрит туда и сюда, и глаза в итоге косоглазия имеют. Только между родителями налаживаешь контакт в прошлом скандале. То есть, ты идешь в прошлое с родителями, и говоришь, вот вы поругались из-за того-то. Вы должны это проговорить, и у ребенка проходит косоглазие. Это пример, опять же, из моей практики, и причем не единожды это происходило. Чудо? Нет. Предмет изучения. Надо это просто изучать и знать. Дальше. Вон там отец курит, мама пьет, ребенок, соответственно, тоже растет непонятно какой. Потом вот парочка обнимается, а тот парень стоит с цветами, он разочарован. Дальше он, я так понимаю, это какой-то босс, наверное, кого-то отчитывает, и кому-то там плохо. То есть, что происходит? Собираются огромные колоссальные надои энергии, чтобы вы понимали, все храмы как таковые, это тоже определенные эфирные батарейки. Сейчас, ну, не будем об этом упоминать, но тем не менее. И вот человек носится со своими вот этими энергоинформационными сущностями, не зная о них, холит, их лелеет, а они его на энергию разводят. Поэтому я считаю, что пришла пора с этим совсем разобраться и как бы заглянуть внутрь себя и понять, что хватит их кормить. Пора бы начинать действительно жить свою божественную жизнь. То есть, вот к чему как бы я веду, да? То есть, начать эту тему для себя открывать, изучать, то есть, не отмахиваться от нее. Да, все это бред, этого не существует и так далее. А действительно, просто хотя бы позволить себе задуматься, посмотреть вообще, как это все происходит. Плюс на телеграм-канале я выкладывал видео открытой перезагрузки. Вчера мы проводили открытую перезагрузку. Скоро расскажу, почему. Участвовало порядка 150 человек вчера. И все такие записи, они идут в основном на приватный канал. То есть, они не задерживаются на основном канале. Для тех, кто хочет это посмотреть, там, может быть, записать, законспектировать, возможно, использовать наши техники для работы с другими людьми, то как бы милости прошу, я тут открыт. Вот. Ну, я много рассказывал о том, что у нас, у людей, есть определенные частоты в нашем биополе. Соответственно, это частоты представителей нижних темных миров, магии, неупокойные духи, космические подселения. Ну, и, естественно, начистота тещи и свекрови. Куда без нее, да? Если теща свекровь-то энергию не потянет, как она жить-то будет? Ну, я шучу, конечно. Я знаю, что ситуация с тещами и свекровями заключается в том, что они просто не знают, как по-другому проявить свою любовь. Особенно, если там критикуют, что-то вечно там им не нравится и так далее. Они так любовь свою проявляют. Ну, собственно говоря, вот он глобальный предиктор, вот он сидит, наши планеты управляет и дует нашу планету на низковибрационные энергии. Значит, сейчас пришла пора все это менять. Я думаю, вы все это видите, потому что еще буквально каких-то 20-30 лет назад мы даже и предположить не могли, что все это существует. А сейчас перед нами раскрывается вся информация настолько интересная, настолько гениальная, которую, ну, я не знаю, ну, как можно ее не изучать? Это же так интересно, как наш мир устроен. Это же потрясающе просто. И я хочу, чтобы каждый из вас вот взял нашего божественного духа за руку и чтобы вы вместе с божественным духом шагали, получали удовольствие от жизни, понимали, что все это игра, не боялись смерти с точки зрения того, что мы постоянно перерождаемся. И после смерти, после смены мерности у нас есть три варианта. Либо возвращение в абсолют, если вы освободились от всех контрактов с душой, либо колесо сансары, либо переработка. Но это переработка, если люди вообще ничего не поняли. Плюс нам удалось установить, что максимальное количество воплощений на этой планете у человека порядка 35. Ну, то есть это вообще уже перебор. Вот максимум нам встречалось 18. Но когда мы снимали информацию, то есть вот максимум 35. Ты можешь ходить здесь. Планет-то очень много, измерений много, плотностей очень много. Соответственно, опыта мы можем много получить. На этой планете мы получаем колоссальное количество опыта, потому что мы проходим много уроков души. Мы учимся здесь прощать, любить, идти на конфликт. Мы учимся предавать, если мы темный опыт собираем. То есть не думайте, что предатели, это там, знаете, такие плохие люди, их не должно существовать. Но каждый из вас по-любому замечал одну штуку. По-любому. Вы думали с детства, что-то здесь не так. Как-то все не так устроено в этом мире. Знаете, почему это чувство возникает? Потому что в нашем божественном доме, откуда все мы родом, там любовь, свет, приятие, благодарность и нету дуальности. Она там отсутствует полностью. Поэтому нам кажется, что здесь что-то не так, и мы не знаем, как с этим справиться. И некоторые люди с очень тонкими эманациями души просто-напросто ломаются. И все. Либо спиваются, либо там снаркоманиваются, потому что не выдерживают всех несправедливостей, как они считают, этого мира, не выдерживают этих жестких вибраций. Вот так вот. Ну, это разные случаи. А теперь смотрите, вот самое интересное. Сейчас, наверное, картинку надо растянуть немножко. А, нет, вот максимум. Ну, короче говоря, помните мультикорпорации монстров. Если не помните, посмотрите его. Там как бы все, о чем я говорю, просто показано. Только посмотрите его не с точки зрения мультика, а с точки зрения того, что реально происходит. Вот здесь и веселый демон, и он инсектоид, и там, наверное, внизу рептилоид, короче. Они же все под определенными личинами приходят. То есть мы не можем понять, они это или они, или не они. В фильме «Матрица» показаны спруты. Это как раз та цивилизация, о которой я вначале говорил, которая блокирует третий глаз для того, чтобы человек не видел тонкоматериальные образы. Ну, это все. Дальше. Ну, это прикол просто. Нет, алкоголь за земля. Типа подселенцы не пьют, да? Ну, в общем, прикол здесь в том, что люди, когда пьют, раскрывают как раз-таки портал для вхождения в биополе вот всякой нечисти. Поэтому я ничего не имею против алкоголя. Опять же, если я в какую-то компанию попадаю, где мне весело, я абсолютно легко себе могу позволить там что-нибудь выпить. Но таких желаний давно как бы, ну, особо не возникает. Но, опять же, я отношусь ко всему с точки зрения того, что тело мое мне дано для эксперимента с точки зрения получения опыта на этой планете. Вот так вот. И алкоголь – это тоже определенный инструмент, который иногда человеку, который сильно закомплексован или все контролирует, помогает выйти из тех или иных сложных ситуаций. Вот и все. Поэтому, если вы, опять же, к нему негативно относитесь, то вспомните то, о чем я говорил в самом начале. Все нейтрально. Вы сами проклинаете там все то, что тут происходит, и даете ему там оценку, это плохо или хорошо. То есть дать оценку – это проклясть, на мой взгляд. Поэтому ничего не вижу в том, если вы там, допустим, выпьете немного. Но если вы пьете действительно много, прямо вообще в усмерть, ребят, то там уже от божественной вашей сути и божественного сознания ничего не остается абсолютно. Там чисто сущности идет перехват сознания. Понимаете? Но это тоже определенный такой прикол, что если бы мы использовали 100% нашего мозга, мы бы подключили этот самый к мясорубке дрель. Ну, то есть, если человек будет изучать все эти темы, о которых я говорю, которые сейчас можно изучать, то, естественно, пойдет большой прогресс. Помимо, допустим, этой дрели с мясорубкой. То есть мы значительно дальше можем уйти, понять, как все это устроено. И радоваться жизни они боятся. То есть то, о чем я говорю, этого вообще не надо бояться. Надо осознавать себя сыном Бога, дочерью Бога и понимать, что вы под такой защитой, что с вашей головы ни один волос без ведома Бога не упадет. Вот так вот. То есть вот так вот выглядит реальная картина. Все мы с вами имеем ангельское происхождение, мы прыгаем на эту планету, соответственно, непонятно, она круглая или она плоская. И, насколько я понял, она живое существо, которое подстраивается под видение любого человека. Вот что придумаешь себе, так и есть. Меня за последнее время зацепила одна теория плоской земли с точки зрения того, что в нашей ячейке, нашу землю уже называют Мидгард, что в нашей ячейке происходят определенные катаклизмы, раз там в 200 лет ядерная война какая-нибудь, и сюда прилетают с других ячеек, которые находятся якобы за ледяной стеной, другие цивилизации, и по уровню наших вибраций нас распределяют по новым землям. Очень интересная теория, не знаю, посмотрим. Пока эта теория в практике не видел. Так вот, почему я пришел к перезагрузке подсознания, и что это за такой метод? Значит, когда ты работаешь с образами у людей, со временем ты начинаешь видеть, соответственно, кто стоит за этими образами, кто внушает человеку мысли. Соответственно, мне было интересно классифицировать сущности. Я этим вопросом задавался порядка пяти лет назад, и я искал энциклопедию классификации сущностей. Сейчас она у меня уже давным-давно написана для учеников, кто на второй ступени. Все прекрасно знают, как они там выглядят, как они на нас воздействуют, что с ними делать и так далее, и так далее. Но я ни у кого не мог найти эту энциклопедию. Я, по-моему, одну женщину нашел, которая рейки занималась, и у нее на пятой ступени, я не знаю, зачем столько ступеней вообще с этими рейками-то, с ними можно разобраться за 10 минут максимум, там все просто. Так вот, на пятой ступени у нее была, типа, как она сказала, книга с сущностями. Я говорю, ну, продайте мне, я вам там любые деньги заплачу, мне просто интересно было, да, это. Она говорит, нет, вы должны все пять ступеней пройти. Я говорю, ну, я не хочу, мне, ну, нет запроса такого, может, кому-то интересно, мне неинтересно. Мне просто интересно, что вы там пишете. Но она мне отказала. Поэтому пришлось, соответственно, самому все это делать и создавать определенную систему, учиться. У меня, слава богу, были очень классные, хорошие учителя, которые мне в этом помогали. Очень сильные целители, очень сильные энергопрактики. Я каждому своему учителю очень благодарен, ежедневно всех своих учителей благословляю. Ну, естественно, я в каждое учение добавляю своих интерпретаций, плюс я все максимально лаконично стараюсь делать. У нас 46 минут. Давайте буквально две секунды притормозим. Напишите в чат, все ли вы успеваете, как вам вообще информация. Ну, вот, где сообщения для сообщений на основном канале. Напишите, все ли четко, может быть, помедленней, может быть, не успеваете, да, за мной, соответственно. В любом случае, эфир в течение суток, он будет тут храниться, потом уйдет на вип-канал. Так что, кому необходимо, вы потом сможете посмотреть. Если все успеваете, все хорошо, то будем дальше. Вот, почитаю чат, только зашел. Друг-маркетолог на месте. Да, благодарю. Дмитрий, скажите, пожалуйста, работает ли воля изъявления по отключке всех этих подселенцев? Ален, хороший вопрос задаешь, вот, но фишка вся, короче говоря, упирается в одну штуку. Упирается в то, что пока подселенец не обнаружен, он вот сидит, помнишь, как картинка была в голове, где он там сидит и как в бассейне наслаждается. Для того, чтобы их отключить, их нужно видеть, уметь их определять или хотя бы чувствовать. То есть, есть вот даже такой краем, да, я уверен, вы с ним сталкивались, очень много хорошей информации дает, но как выясняется в практике, когда он там заставляет всех принимать какой-то нейтральный свой имплант, то это идет подключение определенного оборудования на эфирное тело от не очень доброжелательных цивилизаций. Так вот, у него есть медитация по якобы отключке от всех подселений, где там он говорит, представьте пирамидку, вы на пирамидке сидите и теперь вот все вот эти вот пирамидки, короче говоря, и подселения ваши поднимаются вверх в космос, потому что вот так вот вы, ну, собственно говоря, решили воле изъявить и все они ушли. Но по факту они ржут с таких людей подселенцы и говорят, да-да, конечно, ушли. Ну, вот так просто происходит, к сожалению. То есть я в любом случае верю в то, что человек сам может от этого избавиться, но когда он уже обладает об этом знаниями. Когда ты об этом знаешь, естественно, ну, они не могут к тебе просто даже подключиться. То есть они могут лезть, там транслировать мысли какие-то. Знаете, вот, например, ты идешь, а у тебя какая-нибудь мысль там, а ну-ка пни собачку или намочи манту. То есть это все вот как раз от них идет, да, вот какие-то гадкие такие мысли. Но ты начинаешь это сразу идентифицировать, понимать, подожди, это не мои мысли. Чьи это мысли? Начинаешь дальше видеть, кто. Обнаруживаешь его и уже там по определенным технологиям сопровождаешь его своясь, короче говоря. Вот и все. Значит, что такое, собственно говоря, перезагрузка подсознания? Значит, создавалась она в течение восьми лет. Я ее так назвал, перезагрузка подсознания. По сути дела, это отсоединение от всех вот этих энергоинформационных паразитов методом, когда ты погружаешься внутрь себя. Есть два проводника, соответственно, один из них ясновидящий, другой как бы оператор. И все. То есть я в основном оператором работаю. Мы вот с Мариной вместе уже много лет работаем, соответственно, очищая людей от этого всего. Мы находимся в служении. То есть мы занимаемся чисто этим. Мы разрабатываем программы сейчас для воспитания детей, изучаем различные болезни, учимся постоянно, то есть систематизируем знания. Нам как бы это все в большое удовольствие, то, чем мы занимаемся. Как я и говорил вначале, да, я вообще не планировал всем этим заниматься в этом воплощении, я планировал бизнесом как бы заниматься, потому что у меня достаточно бизнес-мышления развито. У меня и родители бизнесмены, как бы поэтому я не знал, что я к этому приду. Но видите, у Бога как бы были на меня другие планы. Я в целом все принимаю, за все очень благодарен и мне большое удовольствие заниматься тем, чем я занимаюсь. Я думаю, вы видите, кто со мной давно, с каким я это делаю, запалом, удовольствием, радостью и сколько усилий и времени я в это вкладываю. Значит, дальше поехали. Смотрите. Наше подсознание, оно хранит все. Мысли, состояние, события, травмы, чужие установки, культурные, социальные нормы и ценности. В нем хранится опыт, полученный до рождения, включая деструктивные родовые программы. Ну, вы по-любому слышали о родовых программах. Я на Ютубе показывал разборы, как работать с родовыми программами. Можете посмотреть и использовать для себя, если вы чувствуете, что вам нужно с родовой программой поработать. Сейчас не буду немножко на этом заострять внимание. Дальше. Вся информация в нашем подсознании, она по факту наслаивается друг на друга, оседает в виде образа в голове, оказывает огромное разрушительное влияние на жизнь, если эти образы, конечно, темные, разрушительные, низковибрационные. И потом это лишает сил, энергии, ощущения радости, наполняет страхами и переживаниями. И ты утром просыпаешься, думаешь, о, Господи, почему у меня ни сил, ни здоровья нет? Ну, вот как раз по этой причине, потому что уже всего этого в подсознании столько, что оно не выдерживает. Вы заметили, что все болезни стали молодеть. Если раньше физиологически тело накапливало вот весь вот этот опыт негативный до 25 лет и потом болезни вылазили, то сейчас они начали молодеть. Знаете почему? Потому что информация это энергия. И сейчас это энергия и напичка на голова у всех до такой степени, что человек уже не может в себя вместить эту информацию, вот особенно политическую или экономическую. Вот когда он ее принимает, слышит, он не знает, что с ней делать. Потому что вся эта политическая и экономическая информация, это по сути какие-то негативные аффирмации где-то откуда. Когда ты занят своим делом, своим саморазвитием и когда ты настроил канал с Богом, то ты как-то вообще об этом не думаешь, тебе некогда. Ты живешь, живешь за своей семьей, за собой, развиваешь свое физическое тело, то есть занимаешься вот своей жизнью. Я читал очерк одного профессора, который был в концлагере в немецком, и он как раз писал, что для того, чтобы выжить во всем этом безумии, нужно было заниматься каким-то своим делом. То есть именно заниматься собой. То есть хотя бы придумывать себе дела. Он эти дела постоянно придумывал себе, и он выжил, и он об этом рассказывал. Может кто-то из вас тоже читал, смотрел, я не вспомню его имя, но тем не менее. Вот был такой тоже профессор. Поэтому я на своем канале, на всех своих как бы соцсетях, со всеми, с кем я общаюсь, я говорю, что, ребят, занимайтесь своей жизнью и сконцентрируйтесь только на ней. Строите планы смелые, думайте о том, что вы хотите воплотить, мотивируйте себя, общайтесь с теми людьми, которые себя мотивируют. Сейчас, слава богу, есть интернет, можно посмотреть огромное количество очень интересных людей, которые справились с определенными сложностями. Посмотрите на Ника Вуйчича, меня он просто нереально мотивирует. У него нет двух рук, у него нет двух ног, и он не ноет, он еще и семинары ездить дает. Представляете, какой человек вообще, представляете, какой дух в нем живет. Это, ну, потрясающий просто человек вообще. А люди, у которых есть две руки, две ноги, умудряются там что-то недовольство испытывать и нудеть. Да вы что, вообще обалдели, что ли, нудеть? Посмотрите вообще, что бывает с людьми и радуйтесь вообще, что у вас есть. И потом, почему я считаю, что человеку следует вообще перезагрузку как таковую один раз в жизни пройти? Это не надо там миллион раз делать. Один раз это проходится и все. Во-первых, чтобы почувствовать, что вы снова зарядились своей божественной энергией, которая вам по праву принадлежит и никто из вас ее больше не откачивает. Потом попрощаться с пагубными привычками, вернуть уверенность в себе в своих силах, войти на принципиально новый уровень развития и в доходе. Значит, почему вообще повышается доход и выходишь на новый уровень развития? В перезагрузке нужно быть на самом деле готовым. Потому что, если человек идет и думает, о, сейчас все решится, да нифига не решится. Первое, надо понять, что с тебя скидывают вот все вообще лишнее. То есть, ты начинаешь принадлежать сам себе полностью. Все твои мысли, чувства, эмоции, то есть, весь твой дух, он принадлежит тебе. Все, никто из тебя не высасывает. Далее, надо понять, что после перезагрузки каждая твоя мысль усиливает влияние на реальность тысячекратно. То есть, надо вообще уйти из детского уровня понимания, что наши мысли и наши слова не влияют на реальность. влияют очень сильно, очень сильно влияют. Детский уровень, еще раз повторюсь, думать, что мои мысли не влияют на мою реальность. И еще раз повторю, это детский уровень думать, что мои мысли не влияют на мою реальность. Вот просто повтори, мои мысли влияют на мою реальность. Каждая моя мысль влияет. А особенно в наше время, когда вот это вот ускорение все пошло, вы видите эту перестройку. Берите свои мысли под четкие осознанные контроли. Это не значит, что нужно постоянно как сумасшедшие их все отслеживать. Нет. Но если вы чувствуете какие-то навязанные негативные мысли, ну, отслеживайте их, направляйте их в нужное вам русло. Вы же поймите, вы слышали фразу «я в эфире». То есть что такое «в эфире»? Физика, дальше эфир, дальше астрал, дальше ментал. Дальше казуальное тело, атмическое, будхическое и так далее. Так вот, я в эфире. То есть я выдаю какую-то информацию. Вот сейчас я в эфире, я вам выдаю информацию. Достаточно интересную, позитивную и ведущую как бы к саморазвитию. Так вот, когда я ее выдаю, вы ее принимаете, обрабатываете и становитесь лучше. Вы ее начинаете применять в своей жизни. Становитесь лучше в каком плане? Улучшаются все сферы потихоньку колеса жизненного баланса. Вот и все. Поэтому, если вы готовы к такому сильному процессу, как перезагрузка с точки зрения «убираем всех подселенцев, распаковываем вашу божественную суть» и вы начинаете понимать, что «подожди, я не просто человек. Я в это тело пришел, занижал свои вибрации, которые просто на самом деле нереальные вообще, просто космические, суперкосмические». Вы даже не представляете, кто мы все на самом деле. Это вот временная все игра, короче говоря. Воспринимайте все тут играючи, без важности. И вот когда ты осознаешь, кто ты, ты потом не можешь быть другим человеком. Ты не можешь ассоциировать себя с каким-то маленьким человечушкой, который там чего-то недостоин. Ты четко для себя понимаешь. Я дочь Бога, я сын Бога. И когда это осознание приходит, ну ты не можешь быть другим уже. Все. Ты, соответственно, начинаешь заниматься божественной деятельностью. А божественная деятельность начинается с чего? С самоуважения, с повышения своей самооценки, с того, что ты начинаешь заботиться о своем теле. Не будет дочь Бога или сын Бога вот закидывать в себя какой-то джанк-фуд противный. Или там употреблять алкоголь в огромных количествах. Нет. Ты будешь себя вести в соответствии со своим статусом духовным. И его важно понять. Ну, короче говоря, столько всего просто сказать хочу. Я на самом деле, ну как, вот просто каждому хочу пожелать это один раз осознать и пользоваться этим. И получать от этого удовольствие. Так вот, значит, кому точно нужно на перезагрузку? Если вы чувствуете, что способны на большее, но будто топчетесь на месте. Вот эти вот магические круги, которые определенные энергоинформационные сущности делают, это какой-то капец. То есть у человека постоянно одно и то же повторяется, одно и то же повторяется. Он не может будто выйти из магического круга. Это вот стопроцентное прям подселение. Мы это много раз уже рассматривали, поэтому точно говорю. Потом, если вы ощущаете неконтролируемые приступы ярости или паники, то есть вы себя не можете контролировать, у вас дикая ярость, злость и так далее. Сто процентов это подселение. Дальше. Вас не устраивает ваша жизнь, вам страшно решиться на перемены, вам ничего не хочется, ничего не радует, не вдохновляет. То есть вы переходите в состояние уныния. Вы представляете, насколько это низкий уровень сознания, если вы унываете, вам ничего не хочется, вы не радуетесь жизни. Это значит, вы обалдели в своей внутренней гордыне по полной программе. Вот что это значит. Еще раз напомню. Ник Вуйчич. Нет рук ног. Семинары ведет. Людей воодушевляет, мотивирует. У тебя есть руки и ноги, ты унываешь. Ну, ты что, вообще что ли? Нельзя так. Дальше. Вас посещают мысли о смерти и суициде. Вот это вот чисто бесовское, короче. Они любят эти мысли внушать. Дальше. Вам приходилось чувствовать необъяснимый упадок сил, опустошенность. Вы впадали в обмороке, теряли сознание без причины и вы общаетесь во сне с умершими. На самом деле, в последнее время очень много к нам поступают людей, которые общаются с умершими и в основном это дети и люди не знают, как с этим быть. Там ситуация крайне простая. Это дар перевода неупокойных духов на другие уровни. Вот и все. Надо просто это изучить, принять этот дар и начинать этим заниматься. Следующее. Вы зависимы от алкоголя, наркотиков, видеоигр, шоппинга, порнографии. Вот. Это тоже к этому относится. То есть, вот часто вам чувствуется похоть, снится секс с незнакомцами. Это инкубы, суккубы, вот это вот все делают. Кажется, что все лучшее осталось позади, а дальше только страдания. Вот это вот тысячу процентов надо на перезагрузку, если есть такие ощущения. То есть, один раз в жизни пройти перезагрузку и осознать этого вполне достаточно. Это никакая не длительная терапия. Длительная терапия – это на YouTube-канале. Берешь, просто взахлеб смотришь, начинаешь там все записывать для себя, анализировать, хоть курсы свои пиши с моего YouTube, потому что там огромное количество информации по изменению своего характера и своей рефлексорной базы с точки зрения того, как вы реагируете на мир, на других людей, на себя. Потом, как проходит перезагрузка? Значит, своего рода это исцеляющая энергоинформационная операция. Мы работаем с вашим подсознанием на глубоком уровне, активизируя вашу генетическую память. То есть, это никакая не терапия, одного сеанса вполне достаточно. Все проходит онлайн, вы находитесь у себя дома, человеку необходимо только наушники, маска для сна, ну, чтобы глазные мембраны были перекрыты, и вы могли наблюдать те или иные образы и, соответственно, их воспроизводить с точки зрения того, что ну, что там у вас происходит, чтобы вы четко видели. Ну, и плюс вас не должен никто отвлекать. Вся процедура полтора-два часа занимает. То есть, есть форматы разной работы. Есть форматы очищения по фотографии, есть с личным участием, есть, соответственно, личное менторство, когда я беру. И каждому, кто на перезагрузку идет, я всегда прошу, перечитайте полностью весь лендинг, посмотрите важную информацию. Кому на перезагрузку можно? Если вы имеете сомнения о ее необходимости, скованы в финансовом плане, вынуждены откладывать или занимать для оплаты, надеясь, что мигом это все решит, не пробовали меняться, применяя рекомендации из YouTube, постов, из соцсетей, вам не надо, значит, вам рано еще. То есть, это услуга, которая действительно, когда вы прям чувствуете, что у вас уже есть необходимость, и вы реально готовы к переменам и готовы действовать. Если вы не готовы, то вот эти вот четыре причины, вот я таких людей не жду, я отказываю, я это уже не один раз делал, потому что это нормально, на мой взгляд. То есть, человек должен идти со спокойным сердцем, с пониманием того, что с ним будет происходить и с планом на то, как он хочет дальше жить, что он хочет делать. Дальше, что я еще писал. Важная информация на перезагрузку можно. То есть, когда можно? Если вы пробуете двигаться вперед и развиваться, на пути встречаются вопросы и затруднения. Готовы к переменам, понимая, что волшебных таблеток не существует, нужно работать над собой. Открыты к новой информации, готовы применять все рекомендации без сомнений. Свободны в финансовом плане и способны оплатить стоимость консультации без дискомфорта. Тогда можно, пожалуйста, без всяких проблем. И опять же, я, если честно, всех бы исцелял бы без всякой оплаты и без всяких денег. Но, когда ты понимаешь, что мы живем, во-первых, в материальном мире, а во-вторых, когда ты понимаешь, что самый ценный ресурс – это время, то, к сожалению, здесь никак. Вот и все. Тем более, я два года это делал бесплатно, выгорел до такой степени, знаете, отдачи не было, приходилось еще на дополнительных работах работать. Ну, как-то, ну, не то удовольствие. А когда ты работаешь в удовольствие, на этой энергетике и у человека идет подъем всегда. Потом, какие часто задаваемые вопросы вы можете почитать, ознакомиться с ними, опять же, на лендинге о перезагрузке. Можно ли вылечить то ли хроническое заболевание при помощи перезагрузки? Долго ли сохраняются защиты после сеанса? Можно ли проводить сеанс по фото без согласия человека? Нужна ли подготовка к сеансу по фото? Что нужно для сеанса по фото? Тогда проходит сеанс по фотографии, как увидеть результат. Когда проходит сеанс по фото, человек что-то чувствует или нет? Проводите ли вы сеансы детям? Ну, и так далее, и так далее. Ну, и, собственно говоря, все на сегодня, что я хотел рассказать. Если вам кому-то интересно, вы мне можете написать в личные сообщения слово «акция». У нас сегодня 5 декабря. Она работает чисто сегодня до 21.00 ровно час. Если сегодня уже не 5 декабря, вы напишите мне акция, я не буду реагировать на это сообщение. Прошу меня сразу понять. Это нормально. То есть, кому это интересно, милости прошу. Значит, к нашему, как говорится, шалашу. В принципе, я сегодня все сказал, что хотел. Искренне надеюсь, что вам было интересно. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите в наше сообщение. Для сообщений я с удовольствием отвечу. Еще буквально пять минут я с вами побуду. Ну, и напишите обратную связь по шкале от 1 до 10. Насколько вам понравилась информация, поставьте цифру. Мне будет приятно. Мне, конечно же, хотелось бы, чтобы мы все вживую с вами встретились, поговорили, пообщались. Я искренне уверен, что так и случится. Лена ценила в десятку. Благодарю. Святослав пишет в сауну пора. Это 100%. Это 100%. Скоро мы отправимся. Дима 11 поставил. Спасибо, дорогие друзья. Мне очень приятно, что вы со мной сегодня были. Спасибо, Света. Спасибо, Алена, Дима, Олеся. Благодарю вас. Значит, я как бы для вас стараюсь в удовольствие сам. Я сам прям получаю удовольствие от того, что вот сегодня провел прямой эфир. Мы с вами вместе побыли. Искренне надеюсь, что мне удалось вас воодушевить, расположить к хорошему настроению и к радости. Поэтому, ну что, я всех обнимаю. На канале, собственно говоря, который называется «Записки Шаолиня» в Телеграме, мы с вами продолжим наше развитие. Будем ознакомливаться и с этой темой, и со всеми остальными темами. И развиваться в удовольствие. Поэтому из своего большого любящего сердца шлю вам всем луч божественной любви и света. Держите его над собой. Выстраивайте максимально плотный канал с Богом, с вашими ангелами-хранителями. Любите себя от избытка любви к себе. Любите весь окружающий мир. Вот так. Таковы мои пожелания вам. Я уверен, что с моей помощью у вас у всех, дорогие друзья, все получится. Плюс я очень рад, что у нас канал вырос за полгода до более чем, сколько у нас уже, 2700 человек с чем-то. И что самое интересное, я, наверное, процентов, ну, может быть, 30, кого не знаю на канале. А так я знаю, у каждого с каждым общался, практически с каждым работал. И прям здорово у нас такая с вами классная семья получается. Значит, этот эфир, он будет доступен, соответственно, с сегодня до завтра, сутки ровно. Потом уйдет на приватный канал, как всегда, чтобы было у нас четкое понимание. Все. Всех обнимаю. Всем желаю хорошо выспаться. Кому хочется воспользоваться акцией, пишите мне слово акция. Я вам скину ссылку. Пока-пока.